В эфире программа тема в деталях в студии. Сегодня работаю я, Ольга Максимчик. Всем добрый вечер. Гость эфира. Александр Михайлович Малиновский, главный инженер филиала Госэнергогазнадзора Погродницкой области. Добрый вечер. Здравствуйте. Сегодня говорим об отопительном сезоне 2019-2020. И, Александр Михайлович, может быть, мы с вами начнем разговор с тезиса. Все же, что такое паспорт готовности? Паспорт готовности – это документ, который дает право потреблять либо вырабатывать тепловую энергию. Ну и если мы говорим с вами об отопительном сезоне, то давайте вспомним, какие объекты, в какие сроки должны быть готовы к отопительному сезону? Ну, однозначно, это все потребители тепловой энергии – юридические лица, а также все теплоисточники, владельцами которых являются юридические лица. Согласно требованиям Технического кодекса, установившейся практики 388-2012, правила подготовки и проведения осенне-зимнего периода энергоснабжающей организацией и потребителями тепловой энергии, обязаны до 1 октября зарегистрировать паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. Может быть, тогда уточнение. Александр Михайлович, а что такое теплоисточники? И кого мы можем назвать или кто является потребителем тепловой энергии? Значит, теплоисточник – это энергоустановка, которая предназначена для производства тепловой энергии. А потребитель тепловой энергии – это юридическое или физическое лицо, или индивидуальный предприниматель, осуществляющий пользование тепловой энергией или имеющий в собственности хозяйственном ведении, оперативном управлении, систему теплопотребления. Мы с вами вспомнили уже об этом времени Х, 1 октября, но если мы говорим о подготовке к отопительному сезону, то какая работа, какой объем работы был проведен в нашем регионе к этому сезону? Работа, естественно, началась с анализа функционирования систем электро- и теплоснабжения в прошедшем отопительном периоде. При этом всеми субъектами хозяйственной области были разработаны и реализованы определенные организационно-технические мероприятия, которые были направлены на подготовку энергетического оборудования, систем электро- и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2019-2020 года для однозначного обеспечения устойчивой работы, устойчивой, надежной и безопасной работы в отопительный период. А если мы говорим о специалистах, то кто привлечен к контролю за подготовкой региона к отопительному сезону? К отопительному сезону однозначно привлекаются представители всех министерств и ведомств, которые являются вышестоящими организациями, а также соответствующие районные исполнительные комитеты, ну и, естественно, органы государственного энергетического и газового надзора. В части готовности котельного оборудования теплоисточников единичной мощностью до 100 кВт, а также суммарной мощностью свыше 200 кВт, в этой части надзора осуществляется Госпромнадзором. То есть у вас контролирующая функция? Так точно. Ну и если мы говорим с вами об отопительном сезоне, уже прозвучала эта дата, Александр Михайлович, 1 октября. К этой дате на данном этапе в Гродненском регионе все ли подошли в полной боевой готовности? По состоянию на 1 октября в области обеспечена полная готовность как потребителей тепловой энергии, так и теплоисточников по работе в осенне-зимний период. То есть исключений по региону или по районам нет? Нет. Ну и была информация, что за благовременной и полной готовностью еще ко времени X до 1 октября отвечались 5 районов нашей области, если я не ошибаюсь, город Гродно. Правда ли? Действительно. Потребители и теплоисточники Зельвинского, Мостовского, Свислочского, Островецкого и Иевского района, а также города Гродно, заблаговременно и в полном объеме подготовились к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов. Благодаря, может быть, каким компонентам, каким пунктам или благодаря чему они смогли подготовиться так своевременно, и в том числе район, и в том числе областной центр? Что есть основа успеха? Вероятнее всего, очень большую помощь оказали в этом плане районные исполнительные комитеты, которые координировали эту работу, и, соответственно, эта работа проведена заблаговременно, как мы и говорили. Скажите, может быть, такой момент, Александр Михайлович, ведь из года в год отопительный сезон повторяется, и из года в год какие-то погрешности или какие-то отстающие районы повторяются. В этом сезоне какие-то, может быть, особые замечания были сделаны, или подготовка прошла по региону согласно протоколу? В основном все районы своевременно обеспечили готовность как потребителей, так и теплоисточников к работе в осенне-зимний период. Поэтому выделять какие-то районы, наверное, я бы не стал. Хорошо, может быть, тогда, Александр Михайлович, если говорить о подготовке, все-таки, когда хорошо, все хорошо идет, а если мы говорим о каких-то подходах к стимулированию объектов, различных объектов, к тому, чтобы паспорта готовности были готовы своевременно, или, может быть, рассмотрим тот случай, когда все-таки документы не в полном объеме и к нужному сроку собраны? Какие санкции или, может быть, штрафы в этом случае предусмотрены? Ну, регистрация паспортов готовности к работе в осенне-зимний период проводится в соответствии с графиками, которые разрабатываются территориальным органом государственного электрического и газового надзора и согласовываются в районных исполнительных комитетах, либо в администрациях города Гродно. В этом графике однозначно указана конкретная дата регистрации паспорта готовности к работе в осенне-зимний период. В эту дату можно спокойно, без очередей, предъявить свои энергоустановки к осмотру и в случае отсутствия каких-либо нарушений зарегистрировать паспорт готовности к работе в осенне-зимний период. А что касается привлечения нерадивых, за непринятие мер по подготовке к работе в осенне-зимний период в соответствии со статьей 20.11 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях предусматривается административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 до 20 базовых величин, а на юридическое лицо до 500 базовых величин. Александр Михайлович, а если можно рассказать подробности о вашей деятельности, как проходит контроль за субъектами хозяйственными в процессе подготовки их к топительному сезону, и какие данные на ваш стол ложатся, если мы говорим о каком-то проценте готовности или поэтапности готовности к сезону? У нас в филиале имеется программный комплекс «Арминспектор», в котором как раз и предусматривается возможность просмотреть процент готовности в разрезе каждого министерства, в разрезе каждого района, с тем, чтобы можно было оценить непосредственно в режиме онлайн готовность тех или иных объектов к работе в осенне-зимний период. Это можно увидеть в режиме реального времени. Ну, если мы говорим с вами об этом сезоне, это уже факт. 24 сентября в социальные объекты пошло тепло. Если мы говорим о социальных объектах, что это за объекты конкретно, и, может быть, вспомним по отношению, может быть, к прошлому году. 24 сентября в этом году – это отопительный сезон начался раньше или позже? Да, действительно. 24 сентября отопление подано на объекты социальной сферы. Но это, в первую очередь, медицинские учреждения, учреждения социального обеспечения, школы, детские и дошкольные учреждения, музеи и государственные архивы, библиотеки. На эти объекты данной сферы в этом году отопительный сезон начался гораздо раньше. Так, в 2018 году отопление на объекты социального назначения было подано только 1 октября. Ну, а если говорить об этапности? Первые всегда, как мы знаем, получают тепло – это социальные объекты. А потом кто получает и при каких условиях? Включение системы отопления проводится в определенной очередности. Все потребители тепловой энергии условно разбиты на три группы. И все, естественно, зависит от температуры наружного воздуха. Так, для медицинских учреждений, учреждений социального обеспечения, школы, детские сады, музеи, государственные архивы, библиотеки, они относятся к первой категории, к первой группе. Значит, при среднесуточной температуре плюс 10 градусов и ниже, в течение пяти суток на них подается тепловая энергия. Вторая группа – это потребители жилищного фонда, потребители общежития, гостиницы, промышленные учебные учреждения. Значит, на них тепловая энергия подается в том случае, если в течение пяти суток температура наружного воздуха плюс 8 и ниже. Ну и третья группа – это общественные, административные здания, промышленные предприятия и прочие объекты. Значит, по согласованию с энергоснабжающей организацией подключается после подключения всех жилых домов. Но следует отметить, что одномоментно подключить все объекты не представляется возможным. Поэтому данная работа проводится поэтапно. В областном центре этот процесс может занять несколько дней. В районах немного попроще в связи с меньшим количеством. Поэтому подключение пройдет гораздо быстрее. Вы говорите о поэтапности. И если говорить для областного центра, все же сколько это дней обычно занимает эта поэтапность? Трое-пять суток? Не менее двух суток однозначно. И скажите такой момент, такое пояснение. Александр Михайлович, если мы говорим о подаче тепла, это в полную меру будут теплыми батареи? Или все-таки это предусматривает процесс протапливания, например? При условиях наружных температур наружного воздуха, естественно, будет включен в первую очередь режим протапливания. А далее по мере понижения температуры наружного воздуха, естественно, будет уже теплоноситель подаваться с более высокими параметрами. Ну и может быть тогда анализ прошлых лет. Из года в год ваше наблюдение. Все-таки тепло в квартиры, в детские садики, в школы, в больницы, в офисы, на предприятия приходит раньше? Может быть, какое-то наблюдение ваше? Или все-таки все своевременно и о каком-то глобальном потеплении климата здесь не приходится говорить? Видите, отопительный сезон из сезона повторяется примерно в свои сроки? Знаете, ну год на год не приходится. Поэтому какой-то год, может быть, отопление будет включено и раньше, какой-то год больше. Позже, как я приводил пример, конкретно с объектами социальной сферы прошлого года. Поэтому все зависит от климата, все зависит от температуры наружного воздуха. Ну и может быть практичный вопрос. Александр Михайлович, а можно ли сэкономить тепло и как это сделать? Не только можно, но и нужно однозначно экономить тепловую энергию, поскольку это деньги. Естественно, основные способы экономии тепловой энергии следующие. В первую очередь, это, конечно же, обязательное наличие и удовлетворительное состояние тепловой изоляции трубопроводов. Ну, естественно, следующий способ – это поддержание в исправном состоянии средств систем автоматического регулирования температуры в здании в зависимости от температуры наружного воздуха. Не лишним, конечно, будет еще и третий способ – это тепловая реабилитация зданий, который тоже не нужно забывать. Также стоит перед началом отопительного периода проверить наличие в оконных рамах, в стенах каких-то определенных щелей. Если они все-таки были обнаружены, естественно, их необходимо оперативно закрыть. Ну, а также еще одним способом – это необходимость содержания отопительных приборов чистыми. Не заслонять их мебелью, шторами, чтобы теплый воздух мог свободно поступать в квартиру. Ну, а если говорить о простом гражданине, обыкновенном жителе города Гродно или другого района нашей Гроднищины, то самые элементарные подходы к тому, чтобы сберегать тепло. Дадите нам рекомендацию? Я думаю, что в первую очередь надо обращать внимание на закрытие дверей, своевременное закрытие окон в помещениях. Ну, и не забывать пользоваться регуляторами температуры, которые установлены у нас в административных помещениях, в жилых помещениях. Это, естественно, может позволить сэкономить тепловую энергию. Александр Михайлович, огромное спасибо вам за актуальную беседу. А с нашими телезрителями я прощаюсь. До встречи в эфире.